Всем привет сегодня будем ставить модернизированную систему охлаждения для РМЗ-640 от компании ДД посылка пошла еще почти месяц назад не было времени поставить сейчас нашло время опять опять скажете в другом гараже каком-то да это мастерская отца первое это козы охлаждения РМЗ-640 фирменный знак ДД Пластик на мой взгляд сделан чуть-чуть тонковатый пластик бы чуть потолще было бы шикарным Дальше идет нижняя часть отдува она выполнена металлическо это часть куда присутствует выпусной коллектор эта часть под карбюратор все вместе это будет выглядеть примерно вот так ну и самое главное наверное в этом комплекте это клетчатка на клетчатке тоже присутствует фирменный знак ДД но его будет не видно так как клетчатка будет стоять с другой стороной лица вашей стороны шкив шкив тоже предлагается в комплекте ремень ремень у нас в комплекте Рубена 652 ну кретчатка мне нравится форма лопастей в принципе очень хорошая правильно посмотрим как это будет работать сегодня испытаний в этом в этой части испытаний никаких не будет будет просто установка заранее зеленой системы ну в комплект еще входят четыре прокладки четыре прокладки и установочник и есть ну не инструкция по установке а спецификация на трём страничке больше в комплекте ничего нет ну я сразу взял два подшипника на сразу взял два подшипника на клетчатку новую чтобы не страдать там у меня наверное скорее всего уставший подшипник уже я не имел начнем разбирать для того чтобы нам поставить новую систему охлаждения нам нужно снять щиток прибора отключить всю проводку снять тросики газ тормоз и обогатителя снять саму рулевую колонку полностью убрать глушитель снять спицу крепления карбюратора и сам карбюратор я для удобства убирал защиту вариатора дальше раскручиваем кожуха штатного обдува и откручиваем выхлопной коллектор с коллектором пришлось немножко повозиться так как крышка обдува не снималась и пришлось откручивать коллектор при немножко от дымке крышки для этого подтачивал ключ на наждаке немножко повозившись я все таки ее снял еще потребуется снять стойку крепления клетчатки так как нужно будет коменять на ДД в итоге у нас остается просто голый мотор без вспуска, выхлопа и крыłu поддува ну и заодно мы проверим через выхлопные окна состояние поршневания какие косички вылезли при установке это у всех будет принципе кожуха разбирать на все полностью сейчас уже немножко под собрал мотор выглядит это вот так установленном моторе выхлопа какие выхлоп там что по железным кожухам касается пришлось подпилить вот здесь у карбюратора немножко все сделано впритык и немножко задевает простым надфилем обработал и как бы в принципе ну подогнал просто под место подогнал дальше выхлопной выхлопная часть обдува задняя крышка обдува тоже самое вот в этих местах немножко под разгибал это все дело подгонки чтобы все стало ровненько тут нужно как говорится поплясать с бубном напильник болгарка сварка непонятно почему вот на нижнем здесь крепление приварена гаечка внутри на верхнюю не приварена сейчас придется вариться можно в принципе оставить ее так там просто гаечка затягивать эти даже закручивать не буду они тут не нужны вообще ни к чему крышка жестко жестко получается и держать ее тут не знаю может закручу крайние два среднего не буду крутить посмотрим может все закручу так немножко на резьбосток и самый главный прикол это у нас получается нету крепления карбюратора микуни к 65 будет висеть свободном полете он не крепится у нас ничем а для микуни для этой проволошинки никакого крепления нет сейчас что-нибудь будем градить с карбюратором посмотрим как он станет разберу давайте покажу что внутри у нас получается вот так получается вот так вот обход воздуха вот таким путем коллектор вот крайне крайние гайки как бы затянуть легко а вот с внутренними гайками сейчас на тоже повозиться проще бы сделать эту всю конструкцию ну это на мой взгляд отступив миллиметра 34 был отрезана была вот эта часть вот эта часть отсюда также а потом бы она прикручивая сверху на болтик и было бы гораздо удобнее прикручивать коллектору выхлопной ну как кто-то его можем прикрутить но это очень неудобно очень неудобно получается что продолжаем прошел час примерно полтора сделал крепление вот таким образом блин самого простого что мог приду сюда закрутил болт восьмерочку в эту крышку накрутил гаечек хотела сделать трубочку чтобы она вот на другую гайку налезала но будет мешать заднюю кожуху так не получилось пришлось это гайки а там просто просвернул и закрепил вот так на гаечке рибратор стоит ну в принципе нормально так что дальше вот в этом месте я не знаю было конструкторами задумано вот такая скобка и шуруп изначально когда пошел упаковки было стянуто болтом м6 вот примерно такой длинный ну чуть покороче но фишка вся в том что он там упирается болт в ребра я вот сделал такой вот коротенький болтик туда гаечку сейчас гаечку думаю что прихвачу чтобы не было лишнего геморроя вот в принципе в принципе процесс подгонки идет нормально коллектор ухлопной прикручен пока только на два болта примерно прикинут тут дошло дошли руки запилить у меня была коробка наверно скорее всего у старого хозяина рвала цепь и цепочка выбила вот это место крышки когда его купил здесь было на железная пластинка на герметика и на болтики м6 прикручена ну я это выкинулся был был вариант заварить аргоном вот мне парни заварили и был бугорок такой миллиметров 5 наплыв мотор шевелится постоянно стукала и загибал это место коллектора сточил сколько можно полностью все не стал стачивать не помню в ту сторону много наплыв или немного чтобы дыру не сделать лишним так вот обточил крыльчатка стала нормально в принципе как бы все собирается пока что нормально вот нужно вот здесь перехватить час гаечку и с той стороны дать тогда как стал кружки принципе внимание крепко отрывать не должно и осталось снять по новой стойку крыльчатки по ходу дела забыл поставить стопор промеж подшипников так стопор лежит вантам на столе ну и собрать все в обратном порядке выскажу свое мнение об изделии сделано неплохо все вырезалась на чипу загибалась насчет этого претензий нет у каждого будет по-разному с установкой потому что моторы все разные года во первых разное запчасти оригинально неоригинально у кого-то может установлен и поэтому нужно будет немножко подгонять каждому под свой мотор но это мелочь был бы я сам череповца у меня бы этот процесс установки занял бы гораздо меньше времени в этом гараже папа делает вездеходы поэтому тут склад металлолома есть все но нужно все искать и это занимает очень много времени в этой части как я говорил в начале видео испытаний не будет для испытаний нужен цит у меня нету и поэтому испытаний переносим на следующий сезон на этом все всем удачи делитесь видео с друзьями кому понравилось ставьте лайк всем пока